Что касается игры, то мы прежде всего сегодня были не похожи сами на себя в защите. 50 очков за первую половину пропустили, это слишком много. Соперник раз за разом нас наказывал. Мы прежде всего были очень неидеальны в таких компонентах, как игра один в один. Не справлялись в игре один в один в этих ситуациях против игрока с мячом. Плохо двигались на страховке, плохо ротировались. И, пожалуй, это основная причина нашего сегодняшнего поражения. Когда ты не защищаешься так агрессивно, как привык, как можешь, накладываешь отпечаток на нападение. И, естественно, некоторые моменты в нападении мы сделали совершенно не такими, как ими они должны быть. То есть сделали глупые и неправильные решения. Не знаю, что является причиной, потому что сегодня мы в защите выглядели хуже, чем обычно в последних играх. Возможно, Енисей тоже выглядел, приезжая в Астану, несколько хуже, чем сейчас. Возможно, накладывают отпечаток то, что друг к другу мы летаем. И это самый дальний вылет, который существует в Лиге ВТБ для одной и для второй команды. Я не ищу в этом оправдания ни в коем случае. Но, возможно, такой долгий перелет Красноярск-Москва-Москва-Астана, он накладывает на обе команды такой отпечаток, что ноги немножко не успевают восстановиться к игре. И, соответственно, один в один проиграем мини-наборство. Похоже выглядел Енисей, прилетая к нам в Астану. Повторяюсь, это не оправдание ни в коем случае. Мы профессионалы, мы должны играть. Будем искать и разбираться в себе прежде всего. И надеюсь, что в оставшихся матчах мы покажем максимум от того, что можем. И все-таки нам удастся побороться за путевку в плей-офф. Наверное, давно мы ждали победу. Сезон складывается не самым удачным образом, мягко скажем. Тем не менее, мы продолжаем работать. Ребята работают. Обилие травм. И в связи с этим отсутствие возможности набрать оптимальную форму, наверное, все-таки довольно сильно на нас влияет. Тем не менее, сегодня сыграли так, как договаривались. И я думаю, что, может быть, мы показали не самую хорошую игру. Но для нас победа достаточно важна. И прежде всего в том, чтобы те, кто не чувствовал эту уверенность, эту уверенность почувствовали в себе. И думаю, что она даст больше еще желания для ребят, чтобы они работали. Наверное, все. Спасибо, пожалуйста, на вопрос. А можно узнать, что с Энтони он удовольствием? С ним работают врачи. У него отбита пятка. И пока непонятно, когда он приступит к тренировкам в общей группе. Пока он не может на нее наступить. Во всяком случае, мы надеемся, что после выходного дня они попробуют работать в общей группе. Во всяком случае, Вася Половинцев пока тоже есть проблема. У него также проблемы с ногой. Думаю, что вероятность того, что он приступит к работе в общей группе, достаточно невысока. Потом надо учитывать, что все приступившие к работе, им нужно время на то, чтобы эту форму набрать. Игроки не могут зайти после длительного перерыва. После травмы сразу показывать хорошую игру. Поэтому будем смотреть по состоянию, кто будет лучше готов к поездке в Нижний Новгород. Продолжение следует...